Тромка, друзья! Сегодня мы посмотрим матч, который показателен во многих аспектах, потому что он демонстрирует изменение баланса в современном Варкрафте, ну или по крайней мере то, что игроки стараются использовать эти изменения для того, чтобы достигнуть успеха, побеждать, ну и в общем изменить в принципе свой взгляд на игру, скажем так. Ближние? Нет, не ближние, чел даже и не шарит. Ой, гонсну пас, короче. На V3 Champions не бывает теперь ближних респов, если что. То есть это раньше проблема этой карты была в том, что вот тут и тут могли быть респы и соответственно товараж альянсом 0 убивал эльфа или вообще орка, ну много кого короче. А на V3 Champions на ладере сейчас только кросс респы есть, только твой враг может появиться или здесь, или здесь, если ты находишься на этой стороне. Ну вот как-то так. Играет агент сверху, относительно известный игрок за альянс из России, много играет, хорошо практикуются, на высоких позициях в ладере есть, занимается спортом, известный вайнер на тему баланса, даже ванглоязычной комьюнити, настолько он известен. Больше всего в плане баланса, мне он запомнился, что он ныл, что скелеты имба, потому что им подняли хп когда-то. Ну в целом как бы парень нормальный. С другой стороны гонс, в одно время я за ним очень плотно следил, мне нравилось, что гонс очень много думает, когда играет, в том плане, что у него есть какие-то конкретные интересные заготовочки, к которым он пытается готовиться, и соответственно удивлять и подлавливать более опытных и сильных оппонентов. Оба игрока из России, ладерный матч, вроде как по крайней мере. Гонс играет через Demon Hunter и хочет закрепить эту точку. Demon Hunter первым героем против альянса в 2021 году, это гигантская редкость. Это одна из причин, почему этот матч однозначно будет уже необычным и забавным. Синдвеллер, да. А тут с другой стороны Архимаг, который также бежит на эту точку для того, чтобы ее по-быстрому закрепить. Грамотно вызывает элементаля, который впитывает весь урон и крепится себе нормально. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, ребята, если вам нравится контент, потому что это помогает продвигать ролики. Продвигает третий Варкрафт, в принципе, в массы, поэтому спасибо огромное и приятного просмотра. Оранжевый цвет у альянса, прям как я заказывал, мой любимый цвет. Demon Hunter побежал на Харас с Винцом Богородства, хочет, видимо, повыжигать ману, чтобы Архимаг поменьше всего сделал. Вообще, на самом деле, там можно в теории ожидать Горного Короля, но Гонс разведал, как вы видите, да, поэтому сюрприза, скажем так, не будет. Ну, просто тут большая карта, в теории, можно что-то необычное сыграть, учитывая, что это Аладдер, там Горного Короля с Экспандом, на этой карте, мне кажется, его даже можно сыграть. Ну, а как вы видите, вот, Demon Hunter в тему прибежал, перчатки скорости выпали агенту. Ну и Demon Hunter это крепливая черепаху, смотри, и может тот второй уровень взять, по красоте все у него манти-интеллекта. Ну, самому Demon Hunter это так себе, но он может взять какого-то второго героя, обычно это Нага всегда с демоном. Соответственно, можно вот как-то ей передать, будет нормально, учитывая, что она Интевик. Охотничий зал Т2, то есть планируется переход в Древо Мудрости. Тут тоже делается Т2, кузницы пока не ставятся, ну и ресурсов не хватает. А поочинцы докрепливают позицию до конца, а агент прибежал на базу к Гонсу для того, чтобы немного похарасить, учитывая, что нет кипера. Соответственно, нет корней, можно побуянить малеха, таким вот образом. Интересно, сможет ли убить этот колодец? Если он сможет его убить, это будет мега-клево, потому что куча ресурсов никуда, получается, потратил Гонс. Но там виспы активно работают, как вы видите. Так, учится, что вряд ли сломает, хотя если он сейчас всех отправит на уничтожение колодца, он опять же эти виспы бесят просто, как вы видите. Но, с другой стороны, они умирают, не грамотно все Гонс сделает, обратите внимание. Тут пехотинца забирают, или нет, не успели, а нет, не успели, да, черепаха убила. Колодец все-таки сломал, виспов не хватило. И при этом смерть каждого виспа может быть критической, потому что Т2 как бы делается, нельзя заказывать новых виспов, отменяется еще один колодец. Щиты прокачали пехотинца, поэтому лучницы по ним почти урона не наносят. Еще один висп минус. Очень много дерева теряет Гонс вообще, из-за того, что он ремонтировал, из-за того, что он теряет виспов. И так далее. Соответственно, прямо сейчас он не может тупо поставить древо мудрости. На этот Харас от Агенда невероятно удачный, супер успешный. То есть, однозначно это усово для него. У меня под ногами табурет стоит, на котором я ноги держу, и он только что упал. Не бойтесь, стример жив. Хе-хе-хе, просто катался им. Но, в принципе, еще и раненых пехотинцев отводит. И еще колодец отменять. Не, ну это грандиозный успех, на самом деле. Сейчас Гонс начнет заказывать новых виспов, но явно темп уже сломан у Гонза. Сейчас ему будет золото поднакопить, для того, чтобы нанять нагу. И попытаться в контр-Харас пойти. Тут с другой стороны, смотрите, что происходит. Кузницы нет. То есть, он играет через Бладмага, лесопилка для ускорения дерева добычи. И при этом у него есть магазин. Он будет играть через масс кастеров против ночного эльфа. Интересное решение. Обычно все-таки стрелками играют, да? Посмотрим, как оно будет дальше. Новых пехотинцев не заказывает. Светы регенерации взял, для того, чтобы восстановить раненых джентльменов. Но эльф уже прибежал в атаку, как вы видите. Новых виспов заказывает. Нага есть. Демон идет к третьему потихоньку. Ледяная стрела. Только одно светилище, но второе светилище уже ставится. Как видите, Нага много урона наносит по пехотинцам. В комбинации с Демонхантером щиты не спасают. Но Бладмаг скоро появится. В теории можно будет высасывать ману у Совной Наги. Или у Демонхантера, чтобы он не мог выжигать ману. Ну, потому что для выжигания маны нужна мана. И это, конечно, помогает. Вообще, Бладмаг сильная комбинация. Вот реально вот такой вот под какой-то тайминговый пуш. Потому что, опять же, Демонхантер без маны не такой полезный. А, с другой стороны, ты можешь Архимагу условно третьего уровня давать много маны, чтобы он вызывал элементарий. У тебя есть фри-модельки, фри-юниты, которые помогают тебе воевать. Но это будет явно тайминговый пуш какой-то. Потому что Бладмаг обычно так играет. Но когда он вторым берется, это что-то под тайминговый пуш Архимаг, Бладмаг. У тебя нет боевого героя, у тебя плохой лейт. С другой стороны, как вы видите, Гонс ставит Древо Мудрости. Древо Войны хочет сесть для защиты. Второе Древо Мудрости тоже. Ну, вообще, в идеале Т-3 уже надо делать. Но, опять же, тот пуш с пехотинцами очень сильно сдержал эльфы. И в итоге у эльфа все тайминги сломались просто в хламину. С ополченцами идет. Интересно, прокачал ли он дерево добычу? Давай, нет, он не прокачал дерево добычу. И дерева у него не так уж и много. На самом деле, это может стать проблемой. Но он заказывает кастеров. Слушай, а Нага умирает? Добыть того не может. Волшебниц нет замедления. Да, Нага выживает. Демон восстановился. Колоц и не грейшнутые, потому что нет Т-3. Древо Войны слишком далеко село. Нет бункера. Наге нужно отойти, чтобы восстановить здоровье. Надо выложить... Не выложим антиинтеллекта. Ну и пофиг. Пытается закрепить ее точку до конца, чтобы приблизиться к третьему. Две игрушечные башни. Это будет Товер Пуш от Альянса. Противоночного эльфа. Напомню, что в последнем патче апнули... Апнули скорость ремонта башен. Поэтому стало легче их защищать, можно сказать. Ну и поэтому многие боялись, что Товер Пуш станет проблемой. Плюс еще апали дерево добычи у Альянса. Но, как мы видим, агент не прокачал. Видимо, он считает, что у него более чем достаточное дерево. Не, ну по таким фокусам, конечно, башни должны разваливаться, несмотря на ремонт. Потому что сама их стойкость не изменилась. Но вот так вот, если сзади ставить башни, это позиция. Новую башню нужно будет встать виспы. Грамотно выходит. Элементали были уничтожены. Маны больше нет. Маны выжигаются у Деван Хантера. Он почти третий. Уже надо потихоньку к этому прийти. Древо Войны пытается пройти вперед. Одна причина, почему ее выбор в этот матч. Медведи и бафнули. И как раз бафнули против таких ранних эрли пушей. Потому что у них стало больше маны. Соответственно, легче использовать омоложение. Рык также в том числе. Для омоложения пока нет. Но Рык зато стало больше урона. Деван Хантер почти нет хп. Надо кого-то попытаться забрать, чтобы взять третий уровень. У волшебниц нет маны. У жрецов нет рассеивания. Пытаются что-то там забрать. Деван Хантер. Стафа нет. Деван с телепортом. Если что, зель-лечение использовали. Башню пытаются опинить. Но одна башня уже готова. Демон использует телепорт. Колодцы по сути пустые. Но немного здоровья восстановить можно. Выжил медведь. Его надо восстановить. Демон восстанавливает хп. Банку здоровья бы купить. Золото есть. Древо войны падает. Новая башня ставится. Также сторожевое древо сзади есть. Скоро будет Т3. Но нужно еще немного подождать. Но реально уже становится тяжело. Третий уровень, второй уровень у героев эльфов. Хорошо. Став появился. Можно будет спасать своих юнитов. Нужно заказывать дополнительных медведей. Второй древо мудростью конечно не надо. Учитывая прессинг. Новых эльфов. Новых виспов бы заказывать. Да. Но делать с Т3. Поэтому это невозможно. Вообще печальненько конечно с деревом. Все. Но вроде как позицию кое-как можно удерживать. Забавный факт. Только недавно узнал. Господа. Защитное древо наносит урон по площади. Вы это знали? Я нет. Очень мало урона наносит. Обращайте внимание на хп. Когда атакуют он. Вон видели. Одну единицу хп забрало. Только что древо. Сторожевое древо. Потому что он попал по соседнему юниту. Летом с ним был спау-брейкер. И в итоге ну вы поняли. Да. Я охренелась. Сейчас это узнал. Это короче с древних времен. Когда Сторожевое древо еще осадный урон наносило. Это был имбой. Поэтому это исправили. Но сплошь урон оставили. Очень побита армия. Есть медведи. Омоложение бы конечно использовать. Лучниц. Лучниц конечно лучше не терять. Потому что они вообще против кастеров хороши. Но что поделаешь. Есть наконец-то уже Т3. Мастерство медведям пока не заказывает. Потому что просто нет ресурсов. Ну и в итоге тут эльфа грамотно так пушат. Башни сзади ставятся. То есть почему башни так далеко ставятся. Потому что это позиция. Если эльф начнет отпушивать альянс. Альянс отойдет под башни. И там сможет восстановиться. И соответственно он так потихоньку продвигает башню за башню. Плюс еще есть торжевое древо. Которое строящуюся башню может легко уничтожить. Сфера яда появилась у Наги. Нет маны больше на ледяные стрелы. Так хотя бы ядом будет наносить урон. Это очень хорошая идея. Дорого. Но с другой стороны очень эффективно на такой дистанции. Нужно больше дерева. Больше медведей. Опять же они нужны ради омоложения. Не в последнюю очередь. Виспы начинают потихоньку сыпаться. Колодцы. Желательно их апнуть. С другой стороны. Скоро ночь начнется. Реально апнуть бы и колодцы. Это очень сильно помогло бы. Но вообще на самом деле. Вроде как хорошо здесь держит позицию Гонс. Согласитесь. Адепство есть уже у жрецов? Да. Есть. Соответственно есть рассеивание. Плюс пау брейкеры могут воровать омоложение. Поэтому очень опасно пользоваться этой способностью. Это нужно далеко отходить. Ну или вот так вот. Да. Тут далеко пользоваться. Слушай. А став то есть? Да. А став есть. Поэтому если что демон хантер вне опасности. Скорее всего омоложение своровал. Смотрите как агент опасно зашел внутрь. Но пол хп медведь восстановил. Поэтому нормально. Чтобы медведи стали боеспособны. Далеко стоит демон. Постанавливает себе ману. Колодец бы не терять. Но это тяжело в такой ситуации. Нужно глубоко внутри ставить колодцы теперь. Заказывает мастерство. Ну и еще одна башня. Башня, 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 башня. Очень сильная стратегия от агента. Как вы видите. Пользуются тем что дают. Так сказать то что бафнули. Интересно дерево добычи он бафнул. Или у него все еще так же. Да, бафну дерево добычи кстати. Адепство волшебницам качает. Адепство качает не только. Ну дает не только дополнительную способность. Еще и хп увеличивает. Ману запас маны. И ману регенерацию. Колодцы где-то в глубине нужно ставить. Чем он и занимается. В идеале тут бы еще поставить один. Но да. Сапой блок у гонца уже серьезно. С другой стороны есть три медведя с мастерством. Поэтому более-менее нормально. Агент не видит. Да, агент не видит. Это колодец сверху. Поэтому не хочет его отменять. Ночь все-таки. Обзор минимальный. Но альянса тут много. Если посмотреть. 46 лимита на 37. Башни. Очень хорошая позиция. Медведи проходят вперед. Высасывает ману у медведей. Что тоже неприятно само собой. Нужно выжигать эту самую ману. Учитывая что на второго уровня. Оп, видите что я вам и говорил. То есть под сторожевым древом. Ставить башню это глупая идея. Ну, как-то охрабрел здесь гонц. Я бы сказал. Под замедлением так бегать. Это мега опасно. Точно нужно грейдить колодцы. Это вообще must have. Нельзя об этом забывать. У него ресурсы сейчас позволяют это сделать. Раньше дерева не было. Но сейчас дерево есть. Еще одно сторожевое древо. Ферму. Но все-таки мужикам нужно где-то жить. Все правильно. На наги бы стрелять просто. И будет нормально. Отходишь сюда. Потом глубинку. Омоложение. Медведям бы трансформироваться в гуманоидную форму. Они быстрее ману восстанавливают в такой ситуации. Какой кошмар, конечно. Тяжко. Че еще можно сказать? Тяжко. Реально. Сферу яда вторую взял. Герой наносит много урона. Реально. Стражевое древо бы защитить. Но такое чувство, что вы сейчас отменят. И ничего не может сделать с этим. Там еще и Близзард. Выучил Архимаг. Он переучился на Близзард. И Аур. Дорого на самом деле. Учитывая, что Близзард первого уровня. Учитывая, что Архимаг второго. Но он скоро третьим будет. Защитное древо тут. Надо виспов выводить на ремонт. Колодцы не качают. Но опять же. Стресс. Нелетейший стресс. И ничего с этим не может сделать Гонс. Супер нестандартная ситуация. Времена, когда Альянс так застраивал тебя далеко в прошлом. И, соответственно, игрокам непривычно сталкиваться с таким стрессом. Когда ты под прессингом, ты всегда ведешь себя... Ну, ты всегда играешь хуже, чем ты обычно играешь. Надо верхнее защитное древо обязательно отремонтировать. Виспов вернуть на дерево. Через шифт. Качает Богословение Природы. Кузницу сзади. Ну, вряд ли стрелков он хочет сделать. Он им делает Т3. Но, видимо, он хочет мастерскую и морсиры сделать. И вертолетик для разведки. Был бы Т3, может быть, он заказывал бы танчики, но... Но мортира безопаснее. Под башнями, прикиньте, стоит мортира, стреляет себе. И нормально. Ну, такая вот стратегия, да, мои господа. Это вполне вероятно может стать не то, чтобы метой, но... Распространенной стратегией, которую мы регулярно будем видеть. Не в последнюю очередь, опять же... Если придумают, как грамотно харассить эльфов, то... То, что сделал агент в начале матча, это просто феноменально. Великолепный харасс, абсолютно. И если вот так вот начинать матч, то Тауэр Пуш, это вполне себе легитимная стратегия. Как же много маны теряет Нага. Но, с другой стороны, Емана особо и не нужна. У нее ледяная стрела. Подожди, демон, ты куда вообще? Ну, став есть, вот в чем прикол, да. Дополнительные медведи. Лучше бы оставлял бы, наверное, кого-то в гуманоидной форме. Омоложение своровали. Передали. Ну, под башнями, конечно, тут вообще ловить нечего. Такое чувство, что тут реально не помешало бы... Вот смотрите, мастерская, кстати. Такое чувство, что тут не помешало бы... Древо войны с баллистой, для того, чтобы обстреливать. Но древо войны была потеряна, вот в чем прикол. А баллиста тут реально помогла бы. Ой, Нага. Но она под колодцами и магазином, в теории, должна жить. Стафа нету, демона. Можно в теории... Может, тут проход есть, но тут нет прохода вот здесь. Ну, вроде как живет. Зелье антимагической защиты для того, чтобы замедление не работало. В итоге отходит. А башни, как убивать, непонятно. То есть медведи просто... Ну, они медленные очень. Ну, вот так вот разве что царапать. Цап царап башню. И все. Ну, работяги могут отремонтировать. Делается защита с полбрейкером. В одном из предыдущих патчей с полбрейкером не фанули броню. Раньше была у них броня 3, теперь 2. Поэтому сделать грейд на броню дешевый. Это вполне себе крутая идея. Учитывая, что медведи по ним наносят дополнительный урон. Наконец-то 3-й архимаг. Возможно, 2-я аура тут более крутая идея. Потому что Близзарта у него в любом случае за демона не будет. Зелье лечения. Мастерская сверху ставится. Марсиры нужны, конечно. Зелье лечения. Прожимает. Став есть, если что. Ну, медведи уже осмелили, что еще можно сказать. Первая броня есть. Был 11 поглощения урона, теперь 19. То есть 8% себе прокачали. Ну, как видите, тут реально тяжело очень. Медведей. Медведям их тупо мало. Вторая амауния, но она вряд ли будет ей упользоваться. Разве что сейчас прожмет. Вот прямо сейчас. Да, очень хорошо. Демон подошел. Блин, все такое побитое. Но с другой стороны у Альянса все мега побитое. Опять есть став. Ну, блин, медведи умирают. Просто умирают. Архимаг? Хорошо, суши. Реально хорошо. Ну, Нага. И демон. Ой, все теряет здесь эльф. Это фиаско, братан. Но у него много ресурсов. Он может выкупить кого-то в таверне, кого-то в алтаре. Алтаря нет. Ой, это фиаско, реально. Алтаря-то нет. Архимаг выкупается, потому что аура нужна. Но с другой стороны и у Альянса ничего нет. Но у Альянса, с другой стороны, мастерская с мортирами скоро появится. Он будет просто пушить все это. Да, выкупает обоих героев. И, судя по всему, в харасс пойдет. У него есть став, если что. Поэтому он может вернуть одного героя. Скорее всего, это будет Нага. Потому что она более полезна в обороне. Ну и колодцы будут постепенно падать. Спау-брейкеры не подходят, потому что не хотят, чтобы по ним стреляли защитные древа. Видели? Только что 2 единицы хп забрали у Бладмага. Потому что защитное древо стреляло. Блин, офигеть. Просто реально сплошь урон есть. Он очень плохой, но он есть. Самоналичие забавляет. От яда не умирают. Просто до единицы хп падает здоровье. И сзади появилась мортирка. Черного пороха нет. Но, тем не менее, самоналичие осадного урона, конечно, очень сильно... Очень много урона наносит по зданиям. Но сильный харасс очень по базе агента. У агента просто нет больше экономики. Плохо, что нет плоско-телепортации у кого-то. Главное, чтобы демон сейчас не погиб. Но там став есть. Поэтому, если что, он может вернуться из колодцев. А, ну да. Никаких колодцев нет. Не восстановится он. Но есть омоложение у медведей. Из хороших новостей. Сплабрейкеры возвращаются домой. Слушай, на камеры приблизил. В итоге этот... Отдаление камеры немного пропало. Это сейчас классическое приближение камеры, друзья. Очень близко, да? Ну, то, что... Кота, которая задумывалась разработчиками. А до этого была отдаленным программой. На которой играют почти все игроки. Высокого уровня, по крайней мере. Но колодцы реально тут теряются. У Гонза. Ставнули, наконец-то, демона. Нага убегает. Древо жизни тут ставит. Агент это увидел. Интересное древо жизни, конечно. Но, с другой стороны, ни одна золотая шахта не закреплена. Поэтому некуда. Ну, и просто Гонз понимает, что он от этого не отобьется. С другой стороны, сплабрейкеров нет прямо сейчас здесь. Но сплабрейкеры идут на фронт. Наги бы пострелять просто ледяной стрелой по всему этому. Для того, чтобы хп поуменьшалось. Медведи выходят на тропу войны. Нужно выжигать ману всему и вся. Желательно не терять древо вечности. Но... Кто спрашивает? Или все-таки... Надо уничтожить мортиру. Надо уничтожить мортиру. Бей мортиру. Живет древо вечности. Ремонтируй. Четвертый уровень. Да, нормально все. Мортира погибла. Там есть дополнительная. Нага... Нага справа. Подожди. А, Нага... Что? Ну... Профты Кауди Нага погибла. Судя по всему, когда она в дотекании, они обывали. Ее, скорее всего, замедлили и убили. Но это плохо уже. Но, с другой стороны, нет колодцев. Нельзя выкупить ее. Но это плохо. Судя по всему, без Наги где до конца игры гонц. Или он где-то будет... А, стоп. Древо жизни. Но да, ему все равно лимита не хватит. Теперь хватит. Все. Он потерял что-то. Теперь ему нужно подождать, когда древо жизни построится. И он сможет выкупить. Выкапывается древо вечности. Есть богословение природы. Поэтому оно быстро ходит. Может просто спрятаться где-то внутрь. Или нет. Не успевает. Блин, если бы раньше он это придумал бы. Он мог бы спасти свой мейн. Колодец дополнительный. Теперь, как только достроится колодец и древо жизни, можно будет выкупить героя. Ресурсы позволяют. Но нет. Тут еще один колодец падает. Поэтому теперь уже не выкупить. Очень грамотно все делает агент, конечно. Организовывается пайблок своему оппоненту. Но можно построить еще один колодец. Это точно. Ну, там герой третьего уровня. Можно будет его, собственно, выкупить. Не такой уж, но дорогой. Гонс отправляется в контратаку. Видимо, хочет закрепить эту точку. Тут поставить базу. Благо есть омоложение. Поэтому можно. Неприятно, конечно, черепах крепить. Потому что у них есть пассивка, которая возвращает часть урона. Видите? Страдает медведька. Когда атакует, теряет по 10 хп. В итоге пушит до конца. Нужно еще один колодец. Вот колодец и ставит. Гонс, конечно, старается до конца. Очень плохой дроп. Но можно его продать. Тогда золото будет. А у Альянса закончилось все золото. Не, невидимость, порошок, неуязвимость. Порошок, наверное, для того, чтобы невидимость волшебниц палить. Если спрячется какой-то герой. Ну и просто покрепится Малеха. Почему бы и нет? Четвертый Архимаг теперь из-за этого. Невидимый рабочий. Видит колодец. Хочет проверить, есть ли тут база. И сейчас будет выкупаться Нага. В теории должно хватить ресурсов. Если нет, тут фиаско. Да, хватает как раз аккуратно. 510 золота она стоила. Ну, демон почти пятый. Это хорошо. Третье выжигание будет. Но с другой стороны, против такой Армады тяжело будет. Колодец желательно не терять. Выжигание Аманы. Астрал. Неуязвимость. Начинает воевать. Близзард просто всем урон наносит. Невидимость от волшебниц. Порошок, если что, есть. Можно будет поражать. Пытаются отойти медведи. Они слишком медленные. Нет больше маны на выжигание. Пытаются отойти. Ополученцы еще сзади подхватывают и перехватывают. Медведя ставнули домой. Второй медведь тут умирает. Работяги грамотно закрывают проход. Подставляются под Близзард. Просто пролетариат. Не жалеет своих сил ради своих хозяев. Нет, тут уже фиаско. Все очень плохо. У гонца. Ничего нет. Ресурсы все закончились. База сейчас это падает. У него побитые герои. Побитые юнит. Нага умирает. Она никуда не уходит. Вот такая вот застройка, друзья. Возможно, это станет метой. Опять же, потому что ее апнули. Конкретно реализацию этого апа мы не увидели. Ну, то есть, под фокусом башни не ремонтировали. Но, с другой стороны... С другой стороны... Сам баф вдохновляет людей начинать играть так. Поэтому, ну, не знаю. Посмотрим. Опять же, будет ли на очень высоком уровне так играть. А так, спасибо, что были со мной, дорогие друзья. Всем до встречи и удачи.